Каждый маленький житель этого города надеялся, что праздник запомнится всем именно благодаря произведению его рук. А вот и первый житель, светлячок, который светил своим светом всем вокруг. Он очень любил этот праздник и хотел сделать самый лучший непречайный подарок для своего создателя. Это мой самый любимый в целом время года. Особенно я думаю, что на день я назову Господа. В этом году я хочу для него делать самый непречайный подарок. Я пока сам не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю. И для начала он решил посетить свои пусть. Это житель у Милой Ручки. Он занимался резьбой по дереву. Привет, дружище! Ой, ты меня напугал! Прости меня! Ничего страшного, маленький друг. Я просто слишком увлекся своей работой. Ну посмотри, разве это не восхитительно? Несомненно, мое изделие будет самым лучшим подарком к конюр Рождества. Ты серьезно? Конечно! Он будет глазам программы. Если, конечно, успею. Ну что ж, удачи! Еще увидимся! Светлячок идет дальше и видит кисточку красавчика, который очень сосредоточенно что-то рисовал. Я никогда не видел такой красоты! Тебе нравится? Кажется, нравится! Он такой красивый, что у меня вряд ли такой получится! А для кого-то я это делаю для Рождества. Моего котелия у меня будет подарком номер один. Подарок номер один будет. Если, конечно, я меня не буду снисать. А то я уже не успею. Хорошо, удачи! Я обожаю. Я обожаю пойду дальше. И Светлячок отправился в гости к веселому аккорду, который в это время разучил какую-то песенку. Ну, тебе праздник обещал я, кот. И тебе тоже, Светлячок. Я вот спешу изучить песню к празднику. Ты хочешь петь песню? Да. Даже я срок хочу исполнить сонную песню. Моя песня сделает этот праздник незабываемым. Если, конечно, у себя людей у меня осталось очень мало. Здорово! Не буду тебе мешать. И Светлячок отправился в глубоком раздумье, Какой подарок он может принести своему творцу. Какой подарок я могу и слушать, подарить? И тем, кто создал все, могу и удивить. Что есть такого у меня, чтобы молоке не отдать? За то, что он мне подарил такую благодать. Если бы тогда в клеву он в ящиках лежал, И одни свой свет, тогда бы ему отдал. Голова сверкает ним и слез от золотых, И песня тихая звучит. Иисус, Его святый. Рождество Христово, мир и доброта, Праздника святого вспыхнула звезда. Ангелы повсюду радостно поют, Поклониться чуду всех они зовут. Звезды и взрослых и ребят, И словно белый снега погружится над землей, Звезды и ангелы летят за первою звездой. Рождество Христово, мир и доброта, Праздника святого вспыхнула звезда. Ангелы повсюду радостно поют, Поклониться чуду всех они зовут. Неужели праздник не состоится? Все могло закончиться печально, Если бы жители этого города не осознали, Что главным это денег не подарки, А радость Господа от общения со своими детьми. Год, друзья, я знаю, знаю, Давайте Иисус принесем сердца, мечты и всю свою любовь. Сегодня день рождения у Господа Христа, Духовое пение, Запорье на юста, Сердечки на сердечки, Любой для Духа дом, Как яркий, Ифремский, Ифремский, Христом, Христом и отдаем, Как елочки зеленые, Хотим, Хотим и вечерно жить, И Господом, И Господом спасенном, Всегда, Всегда ему фурдить. Суть рождения Иисуса, Это дивный Божий план, Он послал его на землю, Чтоб явить любовь всем нам, Чтобы грешников погибших От греха спасти на век, Чтобы дать им всем надежду, Жить без Бога счастья нет. Рождество, Рождество, Святая радость нам принес, В этот мир рожден Христос. Рождество, 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 Будем праздновать всегда, Днень рождения Христа, Рождество. В этот праздник очень часто Забывают о Христе, Моего святое имя Уже слышится везде, Так давайте обратим наши взоры на Христа, Благодарностью наполнен наши души и сердца. Рождество, Рождество, Свет и радость нам принес, В этот мир рожден Христос. Рождество, Рождество, Будем праздновать всегда День Рождения Христа. Рождество, 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 Рожде Праздник Рождества Праздник Рождества Праздник Рождества Праздник Рождества Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если ему место в нашем доме, где ему найти приют Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хочешь жить на небе с Богом вечно Рай для всех открыт Субтитры создавал DimaTorzok 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 Примите наши поздравления с великим чудом Рождества Господь для всех благословения Подарок от Творца Отца Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы находим в Библии одно Путин ночь была совсем не моя Этой ночью была Рождество Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отчет со страхом песни моя, Ангела в империи голоса. Путеводная звезда сияла, Освятила весь небесный слон. И волхвов к младенцу приглашая, Укажу я путь идти вперед. Сам Спаситель Царь Небесный Поплотнился в мире, чтобы жить. Сам Ренка и Тахен Чудесный Познавая Ночка проводит. Поспешим, жиль будет ясно в этой, Мысленно преклонимся пред Ним. И подарим ему за веки Наше сердце и всю нашу жизнь. Когда Израиль выходил из Египта, когда они шли, там упоминается дерево, которое растет у нас здесь. Значит, каждый по одному ответу, Ну так, чтобы интересно было, ответил. Как бы неправильно, если все молчишь, там другой. По теряевке растет? Да, дерево здесь по теряевке растет. Верба. Верба. Левит, 23 глава. В первый день возьми себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые, ветви деревьев широколиственных и верпричных. И веселись перед Господом. Потом, когда ученики ходили, проповедовали, значит, они исцеляли больных. И что они при этом делали еще? Изгоняли бесов. Как? Изгоняли бесов. Кто сказал? Да, да, да. Изгоняли. Изгоняли многих бесов, и так, и многих больных исцеляли. И многих больных мазали маслом и исцеляли. Это же Марка 6.13. Так. Там, значит, одна женщина к нему подходила и просила, чтобы к Иисусу, говорит, чтобы он посадил их и ее сыновей у него по праву. Так как звали муж этой женщины? Завидей. Завидей. Завидей, отец. Май, сынок Завидей. А, ну да. Ну, когда остался в лодке, Завидей эти ушли. Так понятно. Точно. Так. Ладно. Значит, какая первая заповедь с обетованием? С люби Бога, как слава себя. С родителями. Ну, молодец. Почитай отца твою мать твою. Это первая заповедь с обетованием. Ефесянам 6.2. Тебе конфетку дома дам? Давай. 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 Возьми. Возьми. Дома отдашь. В общем. Сейчас. Так. Павел шел там, проповедовал везде. Дошел он до Гервии и Листры. И вот там был один ученик, у которого мать была иудейка, уверовавшая, а отец был грек. Как звали ученика? Нет. Тимофей. Тимофей. Кто сказал Тимофей? Ты опять. Не, Тимофей. Да. Там был некоторый ученик именем Тимофей, у которого мать была иудейка, уверовавшая, а отец Елен. Тимофей. Ты, Тимофей. Ты, Тимофей. Ты, Тимофей. Ты, Тимофей. Ты, Тимофей. Нет. Наугад. Так. Были ли сестры у Иисуса? Да, были. По плоти? Конечно. Ну, как бы, ну, да. Понятно. Да, по плоти. Он сказал первым. Да. Были, папы. Были? Точно. А как ты помнишь, с какого места где? Ну, то, что, когда он учил где-то в синагоге, ему кто-то пришел и сказал, мать, братья и сестры твои ждут тебя. Хорошо. А как их звали? Молодец. Молодец. Ладно. Ты тоже получишь дом. Да, значит, Марка 3.32, около него сидел народ и сказали ему, вот, матерь твоей, братья твои и сестры вне дома спрашивают тебя. То есть у него были все. Христос с учениками приходит в Иерихон, там встретил его один человек. Молодец. Ну вот, там множество народа было тоже. И как звали этого человека? И кто он был? Захей. Нет, нет, не Захей. Он, кстати, в Иерихон часто ходил. Это мой начальник был, да? Нет. Он был в Иерихоне, потом, когда он выходил с учениками, слепой и с народом. Слепой. Слепой. Как звали человека? Артемей. Это батюшка сказал. Отца. Артемей. 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 Батюшка сказал Захей, и рецепт. Нет, потом, если Люда сказала, она вперед сказала. Кто сказал вперед? Люда. Ну все, молодцы. Возвестил радость пастухам. Вих приеме, в яслях осенних, Христос родился новый Адам. Вих приеме, в яслях осенних, Христос родился новый Адам. Это из Библии или нет? Да, из Библии, конечно. Библейские истории. Что-то двое, что-то делали, делали, а царь сказал, что что-то не войдет, да? Боисея, а он фараона. Ну-ка еще раз покажите, а то я плохо сняла. Еще раз, чтобы заснять. А, вавилонскую башню. Да, да, да. Имя до неба. Мы не поняли сразу, что там руками делись. Давай, иди в другую, думай. А, ну, поднедление. Что с человеком? То есть не станешь, да? Кругой не ненавием. О, бьют сразу. Я с ним. Дай мне с этим, с Самсоном. Я с ним. Я с ним. А, ну, Степа, свалился. Это так вышел, этот. Вот так вот, знаешь, и Степа, бах, упал. Ну, вообще. А то-то прошлое, что было? Степа так быстро свалился. Я так и подумала, что побежал. Бог сказал Ивоне, в очереди кита, кита только не было. Хоть бы какой-нибудь кита послали. Ротки правильно изобразили. Ну, хоть бы... Ну, подсказывай. Ну, просто, значит, что убежал просто от Бога. Я так и подумала. Что-то играли, насвирели. Ну, на чём-то играли, да. Там и свирели, и арфы были, наверное, и не только они. Просто веселились. Веселились, в общем. Давыд играл. Ну, чё? Веселились там. Ну, вот. А другой здесь, не понял? Ну, у него руки были как будто распятные. Потом раз что? Потом он... А-а-а, а Самсон. Эти играли, а Самсон стоял потом. Ну, все завалило. Волосы. Всё, да, не упало, да? Волоку оплатился. Ангелы ликуют. В небе торжествуют. Астрахи в немое стадо Оставляю чудо-чудо, возвещаю. Вечное слово Вечное слово Восприняло тело Во тьме греховной Во тьме греховной Солнце засветило Христос родился Богу оплатился Ангелы ликуют В небе торжествуют Пастухи в немое стадо Оставляю чудо-чудо, возвещаю. Волхвы с востока Волхвы с востока Волхвы с востока Волхвы с востока В евреи приходят В ладан и смирно В ладан и смирно И злато приносят Христос родился Богу оплатился Ангелы ликуют В небе торжествуют Пастухи в немое стадо Оставляю чудо-чудо, возвещаю. Христу и Богу Христу и Богу Ему поклонимся Слава Вышне Богу Слава Вышне Богу Ему возгласим все Христос родился Богу оплатился Ангелы ликуют В небе торжествуют Пастухи в немое стадо Оставляю чудо-чудо, возвещаю. Редактор субтик Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова